Видите, проблемы. Так как сексуальная жизнь в еврейской семье регулировалась традициями, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны традиция это что? Это жесткая вещь, правда? Это жесткая вещь. Самой большой проблемой было бесплодие. И это бесплодие бывает действительно связано с медицинскими вещами, а другие просто связаны с тем, что неправильно идет подход. Талмуд предписывал специальный рацион для того, чтобы уменьшить бесплодие. Входили в него яйца, вино, молоко, сыр и, главное, рыба. Бесчисленное количество икринок считалось символом плодовитости. Рыба была изображена на найденной в Персии печати средневекового еврейского врача, лечившего от бесплодия. Кроме того, в Талмуде содержались интересные рекомендации мужчинам. Даже вот такая рекомендация мужчинам – почаще ходить в туалет, чтобы пописать. Вы знаете, что у мужчин часто от застоя в моче развивается простатит? Простатит – там есть небольшая железа, которая перекрывает в обычном состоянии путь семени. То есть при семяизвержении, да, она открывает путь семени, семя извергается, и затем она опять закрывает путь семени и открывается мочевой канал. И при простатите такие вещи что? Нарушаются, да? Вы знаете, что простатит бывает от длительного сидения на жестком стуле, например. Простатит бывает при каких-то инфекционных заболеваниях. Часто такого рода бесплодие бывает у мужчин после перенесенной свинки, вы знаете, когда семенные канатики, они закрываются, и у мужчины возникает бесплодие. И вот занятия, когда долго сидят торы и не выходят в туалет, ученики раби Ханы, который жил в третьем веке, они стали импотентами из-за чересчур долгих занятий, на всем протяжении которых они не могли отправить естественную надобность. Иногда бывали такие случаи, что у супругов евреев рождались только девочки, и некоторые из них считали, что такой брак бесплодный. Иногда до рождения ребенка приглашали мойла, то есть человека делавшего обрезания, как бы показывая небесам, что все приготовлено для будущего сына. Ну, в действительности, тут проблема такая, что мужской плод, вы помните, говорили, да, XY хромосомы имеет, и мужской плод имеет некоторые антитела, которые препятствуют нормальному развитию в матке. Поэтому мужской плод чаще отторгается, и чаще возможны аборты, самопроизвольные, вот, либо, значит, связаны с какой-то инфекцией и так далее. Женщины более устойкие, и женский плод, он более стойк к гипоксии, вы знаете. То есть, интересно, что у молодых чаще бывает кто? Мальчики или девочки? Мальчики, да? А у пожилых супругов, которые начинают в более пожилом возрасте, чаще кто? Девочки, да? Вот. Но чаще, чаще, чаще все-таки есть такие определенные закономерности. То есть, это может быть, да, связано уже с тем, что в пожилом возрасте, помните, мы говорили, что семя менее, семя менее активное, да? И в первую очередь страдают какие? Y хромосомы, там, где питательных веществ, да, меньше. Если они не успевают, они очень быстро движутся, они первые подходят к яйцеклетке. Вот, если молодой, то чаще, получается, мальчики, да? В пожилом возрасте кто рождается чаще? Девочки, да? Вот. Ну, опять-таки, говорю, все зависит от Бога, безусловно. Но когда уже вызывать мойла, это бессмысленно, потому что пол загладывается, когда? В момент обладотворения. Правда? В момент обладотворения. И поэтому тут уже бессмысленно что-то менять. Вот. Бывают разные случаи. Например, рассказывает такое, что один отец пошел на такую дерзость, положил в спальню своего бесплодного сына, свитки Торы, который перед тем носил в синагогу. Через два дня чудо свершилось, и был зачат мальчик. Еще были случаи такие, когда, как я говорил, вот эта ограда, эта ограда для закона мешала нормальному оплодотворению. Помните, я вам рисовал схему, да? Первые семь дней нечистоты, для контроля еще вторые семь дней нечистоты. То есть, если обычно на 14-15 день происходит овуляция, это наиболее благоприятный момент для зачатия. А представьте себе, что овуляция произошла на 13 день. Да? Вот у женщины некоторых происходит ранняя овуляция. И вот написан был такой случай. Одна еврейка из Нью-Йорка, 33 года, еще не стала матерью. И овуляция у нее происходила на 9 день после менструации. А муж ревностный иудей, ступал с ней в супружеские отношения только после очистительной ванны на 13 день. То есть, слишком поздно. Практически, муж был здоровый, жена была что? Здоровая. Что мешало им? Чисто традиция, да? Чисто традиция. И потребовал специальное разрешение Равина, чтобы он мог, наконец, оплодотворить свою жену. В другой случае, набожные еврейки искусственно осеменили спермы мужа, потому что у нее была преждевременная овуляция, и осеменение было на 4 день после окончания менструации. То есть, вот это, называемое бесплодие, называется ложное бесплодие. Ложное бесплодие. И это не так уж редко встречается. Такие врачи, как Диккенсен и Баум, поставили такой диагноз большинству своих пациенток евреев, обратившихся по поводу бесплодия. Потребовалось лишь сократить периоды ритуального воздержания, чтобы эти женщины забеременели. Еще такой вариант. У некоторых женщин в момент овуляции происходит небольшое кровотечение. Некоторые считают, что это как бы атовизм, потому что у животных в брачный период, да, что мы говорили, идет наоборот, да, выделение. И если женщина замечает выделение крови, естественно, она прекращает половые отношения с супругом, да? А с чем оказалось это выделение связано? С овуляцией, да? И таким образом она никак не сможет забеременеть. То есть есть такие определенные вещи, которые нужно, обязательно и требуют обследования гинекологу. Да, есть обследование гинекологу. Если в прошлом евреевых жена оставалась бесплодной, практиковалось двоеженство. У древних евреев бездетная супруга, если ее муж приводил другую жену, могла развестись с ним и получить материальную компенсацию. Но случалось и так, что она сама выбирала рабыню, приводила ее к мужу, как это было у кого? Сары и Авраам, да? Если этой рабыне рождался ребенок, законная жена сажала новорожденных себя на колени, и с этой минуты она считалась его матерью. А настоящая мать лишалась всяких прав. Вот, видите, в чем была проблема Агария? То, что Агария начала качать свои права. По идее, должны были эти права все быть за кем? За Сары, да? За Сары. А она начала качать права. Ну, вот такая вот вещь. В Израиле такие проблемы начались часто, когда приехали туда выходцы из Йемена, из Эфиопии и других мусульманских стран. Вы понимаете, в Эфиопии там сохраняется многоженство у евреев, хотя, ну, Эфиопия так, она и христианская, и мусульманская. Там 50% мусульман, 50% христиан, как скоро будет у нас на Украине. Вы знаете, что для нормального функционирования всех наших вот ассистентов, так сказать, нужно, чтобы еще приехало в Украину 20 миллионов человек. Потому что у нас сейчас меньше 40 миллионов, было 50 миллионов, да? Из этих 40 миллионов, 18 миллионов партия пенсионеров. И щедря еще есть дети, да? И другие не работающие люди. Вот, то есть нам нужно 20 миллионов рабочих рук. Израиль, чтобы комфортно себя чувствовал, там должно быть около 10 миллионов человек населения. И откуда эти будут приезжать? Из мусульманских стран, да? Так что у нас тоже такие проблемы скоро возникнут. Не думайте, это нормально. Это нормально, потому что эмиграция происходит постоянно. Сто другое место, другое. Главное, чтобы мы к этому были готовы. И для нас это не было шоком. А уже во времена Ишо двоеженства в Израиле было редкостью. Потому что в Римской империи не практиковали многоженство. По законам Римской империи. А большинство культурных жителей Израиля, ну, может, где-то в деревнях еще там, и в Александрии, и в Иерусалиме, они жили по законам Римской империи. Многоженство, да, в примерно тысячный год нашей эры, равен Гершойн из Майнца. Он официально упразднил, чтобы иудеи не отличались в этом отношении от христиан. Еще в такой случае бесплодного брака, как либерат. Если мужчина умирал, оставяя молодую женщину без поджену, без потомства, то старший из братьев обязан был вступить в близкие к ней отношения. И в этом случае ребенок чей считался? Ребенок считался умершего, да? Как бы получается посмертный ребенок. А вот этот человек, который осеминял, назывался Левиром. Да, Левиром – это такой же корень, как Левит, да, Лаво – это значит примыкать к чему-либо, да? Он назывался Левиром. Отсюда слово «ливератский брак». То есть он уже не мог претендовать на то, чтобы быть отцом этого ребенка, хотя он, конечно, воспитывал его, но он считался его дядей. А ребенок считался... Вот смотрите, к примеру. Есть такое понятие «майорат», когда все недвижимое имущество переходит к старшему сыну, да? Если у детей нету, то что? Ко второму брату, да? Вот, допустим, у первого брата не было детей. Так, второй брат, он что? Становится главой семьи, да? И он берет себе эту женщину, берет себе эту женщину, значит, и тогда он становится главой семьи. Рождается у него и у этой жены старшего брата ребенок. И он уже теряет право быть главой семьи. Главой семьи кто становится? Ребенок. И этому ребенку переводится все недвижимое имущество. А если у этого брата, который женился вот на этой женщине, у него есть свои собственные дети, а свои собственные жены, то они лишаются наследства, да? Интересно, да? Вот такое получается рыцарь, решенное наследство. Кстати, вы знаете, Айвенга, когда переводили Айвенга в 19 веке, этот роман вышел на русский язык, то написали точно так, как написано английскими буквами. Айвенга, Айвенга, Ивангой, да? Рыцарь, решенное наследство. То есть, тем самым, видите, этот человек лишал себя права распоряжаться имуществом и лишал права распоряжаться имуществом кого? Своих детей, да? И это было со своей стороны жертвой. Вы видите, что грех Анана, я еще раз говорю, мастурбация – грех. Ну, вот говорят, ананизм. Но это он занимался чем? Он занимался тем, что он препятствовал, да? Тому, чтобы его, вот это, как сказать, заловка или как она? Ну, жена, жена брата. Да, заловка, да, или как? Чтобы она родила. И таким образом он лишался своего имущества. Вот в этом был грех Анана, да? Понимаете? В чем был грех? То есть, грех Анана мы повторить не можем, поскольку у нас такого нету. Но в Израиле где-то есть около 10 тысяч таких женщин. Около 10 тысяч таких женщин, которые не могут выйти замуж. Потому что они должны по закону выйти замуж за второго брата, да? А второй брат, он что? Скажем, к примеру, женат по закону Израиля, да? И не знают, что делать. И для того, чтобы, если второй брат не может жениться по каким-то причинам, то он должен был разуться и, значит, быть разутым. Ну, как сказать, разутый человек, это считался босяк, ну, как бы позором, да? Да. А по закону современного Израиля, значит, она, женщина эта должна ему плюнуть в лицо. Ну, вот так решили равенны. Вы знаете, что в Израиле, кроме законов, которые действуют в страны, гражданских законов, очень сильные законы придуманы равенными, да? Они идут в свою традицию из Талмуда. Ну, он говорит, хорошо, я согласен, чтобы ты меня плюнула в лицо, но дай мне 10 тысяч долларов, к примеру. Да, а у меня нет эти 10 тысяч долларов. Вот и равеннистический суд долго и нудно решает, что в таких случаях делать. И эти большие проблемы. Ну, видите, вот такие законы. Я их не придумал, я читал в интернете об этом. Где-то около 10 тысяч женщин в таком положении находятся. Опять-таки, если эти женщины нетрадиционные, неортодоксальные, то для них это не имеет никакого значения, да? Ну, ты удат зовут, они получат, но благословение на равеннистическое, вот такой брак уже скупой, и с этого они уже не будут иметь, да? То есть, есть какие-то определенные проблемы. Хорошо. Вот, ага. Значит, если Левир отрез отказывался от выполнения своего долга, была предусмотрена целая церемония, которую он проходил в специальном башмаке, обутывая на правую ногу. Отвергнутая вдова снимала с него башмак, швыряла ему в лицо, затем плевала и называла пришедшего старым башмаком. Это что такое выражение, да? Старый башмак произошло. Значит, в 1948 году Собрание Верховных Равенов приняло решение узаконить Левират. Вот этот брак второго брата, да? Да. Левират назывался. Я еще раз говорю, он назывался Левир, да? Это не Левир на колбасах. Целовода. Да, Левир и так далее. Если, значит, Левират был невозможен, вдове осталось только вторично выйти замуж, но только один раз. Она пользовалась с верной репутацией и считалась, что у нее дурной глаз. Христианская церковь не переняла у евреев Левират. В пятом веке папа сирийцей официально запретил его у христиан. Теперь вопросы оплодотворения, искусственного оплодотворения от донора, да? Или, допустим, такие случаи могут быть. Одна женщина, молодая женщина, страдала тем, что не приживался, ну, там какая-то патология слизистой матки, не приживался плод. Вот, оплодотворили искусственно яйцеклетку взятую, сперма ее мужа, и подсадили ее матери. То есть бабушка родила собственного внука. Вот как такие вещи расценивать с точки зрения медицины, да? Как вы считаете? И является ли, допустим, оплодотворение, вот как говорят, банки спермы, является ли это допустимым? То есть я думаю, что семейная жизнь, да, это семейная жизнь. И должна быть определенная нормальная семья, и должны быть нормальные вещи. А вот такие дети, которых, я не говорю, что они проклятые, но у них будут определенные проблемы в последующем, как мы видим. Ну, примерно 1% детей в США в настоящее время рождаются от искусственного осеменения донорской спермы. То есть, видите, ну, где-то Шварценеггера тоже оплодотворили в каком-то фильме, но это уже из области извращения. Конечно. Помните там? Там древние? Да, древние Шварценеггера. То есть вот эти вот вещи, это уже из области извращения, да, когда двое мужчин, и так далее происходит. Или женщина без мужа, опять-таки, если она лишилась мужа, это понятно, да? Но если она без мужа и хочет просто воспитывать ребенка, она тем самым нарушает заповедь какую? Божья заповедь, да? Она хочет иметь ребенка, но отец, да, отец, получается, я, мол, такая сама хорошая, что я могу все сделать без отца, без Бога. И это все издержки, к сожалению, современной цивилизации. Вы сами знаете. В Соединенных Штатах Америки четвертая часть внебрачных детей евреек рождена от отцов негров, вероятно, потому что еврейки не имели возможности вступить с негром в брак. Но, согласно еврейским законам, все дети, рожденные от материи евреек, считаются евреями. Хорошо. Значит, теперь вопрос противозачаточных. Противозачаточные, они делятся на три вида, да? Это механические средства, химические и гормональные средства. Я считаю, что самым лучшим и самым запутчисимым это является что, как вы говорили? Переды воздержания, да? Переды воздержания, они полезны, как для мужчины, как для женщины. Они воспитывают ответственность, да? Бывают такие случаи, что не имеют возможности родить детей, да? Я еще раз говорю, обязательно надо выполнить какую заповедь? Плодитесь и размножайтесь. Поэтому невыполнение этой заповеди и откладывание этой заповеди, мол, сейчас у нас тяжело, да? Оно не является закономерным, не является разрешенным. Но возникает иногда определенный случай. Вот, например, голодный год. В голодный год, согласно Вавилонскому Талмуду, Таанит 11а, в голодный год запрещены сексуальные отношения. Почему? В голодный год. Ну, знаете, что в голодный год? Это не значит, что мы не можем хорошо насыщаться, и что мы голодные. В голодный год, когда люди умирают от голода, да? И вдруг женщина беременеет. Согласны, что у нее больше шансов умереть? Да? То есть, Талмуд пишет, что в голодный год запрещены сексуальные отношения. Значит, что же говорит Мишна о предохранении? Человек не должен уклоняться от того, чтобы плодиться и размножаться. За исключением тех случаев, когда у него уже есть дети. И помните, школа Шамая, что говорит, нужно? Два сына. А школа Гелеля говорит сын и дочь. Почему? Как сказано, мужчиной и женщиной сотворил он их. Да? Школа Шамая говорит плодитесь и размножайтесь, если у вас только один сын или только одна дочь. То что получается? У вас было двое, а потом остается кто? Один, да? Значит, минимум, сколько должно быть детей? Двое. Ну, весь вопрос разницы школы, кто, да? Шамая, мы говорим, он девочек за людей не считал, да? У него был более строгий подход. Вы всегда помните, что Шамая, школа более строгая, да? А Гелель говорил, поскольку сказано, мужчина и женщина сотворил он их, значит, достаточно, чтобы было девочка и мальчик, да? Ну, если у вас нет ни одного мальчика, значит, рожайте, 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 пока у вас будет хотя бы один мальчик. Да, это то же самое, как это период пресса сказал, что не буду купаться, пока война не закончится. Ну, да. Что-то детей делать, девочек. Ну, я вам говорю о еврейской традиции, я еще раз. Вот я читаю вам выдержку из Мишны. Знаете, что такое Мишна? Это часть устная Тора, да, часть устная Тора, идет Мишна, да, а потом в дополнение к Мишне идет Гемара. Вот что говорит еврейская традиция. Хорошо. То есть, человек не может, не может уклоняться от этой заповеди, но если уже заповедь выполнена, да, он не обязан сверхмерой. Пожалуйста, если вы хотите, если у вас есть желание, можете иметь столько детей, но учтите, что нужно, кроме того, чтобы их заиметь, кроме того, чтобы их выпустить, да, мы не рыба, которая мечет, как говорится, икру и вольков выпускают, да, мы должны их воспитать. Поэтому надо иметь мудрость, я еще раз говорю, должна быть мудрость. Вот, ну, да, а, кстати, кто, а кто первый налог на Холостяков ввел? Платон. Греческий философ Платон сказал, что холостяки должны платить налог. Да. Хорошо. А такой задают вопрос. А если у него есть дети, он может уклоняться от этого? Значит, от заповеди он может уклониться, но от того, чтобы быть женатым, он все равно не должен. Он не должен уклоняться. Гемарра применяет здесь такой прием толкования, который называется диюг. Диюг. Да. Потому что наличие детей освобождает человека от обязанности дальше плодиться и размножаться, но не говорится, что он может оставаться без жены, если у него есть дети. Вдовец, он должен жениться. Видите, некоторые говорят, что нужно сохранять верность супругу после смерти, да? Вот. Вы в отеле, в послании, в бутылке. Трагический фильм, да? Трагический фильм. Ну, очень интересно. Ну, я вам потом, да, посмотрите, если вам понравится. Это очень трагический фильм. Но, значит, умерший, да, он освобождается от супружеских обязанностей. И если у него нет жены, опять у него что появляется? Заповедь. Жениться, да? Вот поэтому апостол Павел говорит, лучше, если вдовы, что будут, выходить замуж, да, чем быть на попечении у церкви. Тогда вдовы находились на попечении у церкви. Я еще раз говорю, потому что женщина не была социально защищена, да? Вот. И поэтому даже поощряется, иудаизм поощряет то, чтобы женились и выходили замуж, да, и не оставались люди одинокими. Вы знаете, что одинокий человек, у него даже продолжительность жизни меньше, чаще возникают многие заболевания и так далее, и психические в том числе заболевания. Хорошо. Значит, как же проводить противозачаточные мероприятия? Еще раз говорю, первое, согласно еврейской традиции, это способом воздержания, да? Значит, ну, воздерживаться вообще от секса нельзя, поэтому есть определенный нив, какие зачатия возможны, какие зачатия оптимальны и какие зачатия невозможны, да? Вот. Я считаю, что это наилучший способ регуляции. Второе, то, что мы говорили, что мать кормила грудью до двух лет, да? До двух лет, это тоже устная тора, но это хорошая традиция. То есть, мать кормила грудью до двух лет, да? И мы говорили, что после рождения мальчика, значит, две недели проходит, а девочке, да, месяц, когда образуется желтое тело, да? Вот до этого момента, после родившей, да, половые отношения не должны быть. Затем родители могут продолжать половые отношения, да? Жена кормит грудью, и все нормально. Но это иногда не срабатывает, когда принимают, я же, гормональные препараты. А мы все принимаем гормональные препараты с пищей. Кто любит сою, это соя вообще, соя защищается. Защищается тем, что она нарушает воспроизводство у тех животных, которые едят сою. И вот, так сказать, в процессе, если вы скажете, эволюции или, естественно, отбора, вы заметили, что все животные, которые едят сою, вымерли. И сейчас нет ни одного животного, которое ест сою. Да? Значит, у молодых женщин соя удлиняет менструальный цикл и ухудшает возможность зачать. В пожилом возрасте она вызывает различные онкологические заболевания, в большей степени возникает. У мужчин тоже при частном приеме соя возникает импотенция. Или, значит, сперматозоиды недостаточную жизненную силу имеют. А в пожилом возрасте, значит, у них раньше начинаются климактерические проявления. Вы знаете, что мужчин тоже климакс. И тоже способствует отрицательным вещам. В тех народах, в которых соя употреблялась, если вы заметите, на Дальнем Востоке, в Китае и других странах, там соя варилась не меньше четырех часов. А то и даже несколько суток. Вот вы ставите на ночь, и только в следующий день вы можете там во второй половине дня пообедать. Да? Она томилась. Ну, то, что мы варим полчаса там эту колбасу, вы знаете, не разрушает гормоны, да? Сои есть вещества, которые... Ну, сои много составных числей. Белок в основном, белковый. Но есть вещества, которые похожи на гормон тестостерон. Но они, как бы, вместо этого гормона тестостерона возникают различные вредные вещи. Вот такое. Ну, вот так, к сожалению. Еще гормоны мы принимаем, когда едим мясо. Вы знаете, кур вот этих бройлерах и так далее. Сейчас я вам не буду говорить по гигиене. Вот. Но рыба, смотри какая. Рыба тоже пестицидами загрязнена сейчас. Надо, в общем, молиться. Верующему человеку, да? Опять-таки, специально гадость есть не надо, но молиться надо, да? Я говорю, и не злоупотреблять продуктами сои. Не злоупотреблять продуктами сои. Хорошо. Женщины в Африке до 4 лет кормят грудью. Значит, сколько будет у вас на тесте, сколько женщина должна кормить грудью по еврейской традиции? До 2 лет. Хорошо. Да. В древности, значит, в Вавилонском Талмуде сказано, что проститутки изгоняли из себя мужское семя энергичными движениями, широкими шагами или прыжками после полового акта. Вот. Но если муж принуждал такое делать жену, то жена имела право развестись мужем, потребовать развода. Стали применять тампоны. Это я говорю о механических средствах, да? Первыми тампоны применяли египтянки. Использовали для этого кал крокодила. Дело в том, что сперматозоиды гибнут в кислой среде. В кислой среде. А кал крокодила имел кислые, значит, тампоны, которые пропитывают кислотой, либо производят спринцевание сразу после полового акта. Но вы понимаете, что если уже половой акт произошел, и если вошло в матку, тут уже никакие спринцевания не помогут. Поэтому применяют маточные колпачки, маточные колпачки или презервативы. То есть это многими равенными считается допустимым. Причем даже ортодоксальные равенными считают маточные колпачки более допустимыми, чем презервативы. Потому что маточные колпачки, это связано с действиями кого? Женщины, да? А заповедь плодитесь и размножайтесь в большей степени, как и большинство еврейских заповедей возложено на кого? На мужчину, да. Ну, презервативы могут быть хороши. Вот опять-таки, если эти презервативы нормальные, да, если они не пропускают. Вот, а также если, ну, в некоторых случаях, например, они все-таки снижают, ну, как сказать, ощущение, да, ощущение удовольствия. Ну, опять-таки, должен каждый решать. Но, в принципе, это допустимо. Теперь есть препараты, допустим, которые убивают сперматозоиды, да? Есть таблетки, которые женщины вводят во влагалище. Есть некоторые даже пьют мужчины. Или, значит, препараты, задерживающие менструальный, допустим, цикл, да, задерживающие овуляцию и так далее. Значит, какие вот нельзя применять из этого рода препараты? Вот те, которые говорят, вот, совершила половой акт, да? А потом выпила таблетку. Да. Не бывает и такие. А наутро выпила таблетку. Вот такие нельзя. Почему? Это убивает что? Уже оплодотворенная. Уже оплодотворенная яйцеклетка. Вот. Ну, те вот эти препараты химические, видите, у мужчин, которые воздействуют на сперму, убивают сперму, но одновременно что? Они воздействуют и на организм человека, да? Вот. В особенности, я уже говорю, третья группа, гормональных препаратов, особенно являются вредными препаратами. Поэтому с этим случаем надо внимательно, лучше посоветоваться с врачом, но если есть возможность не применять, да? Если есть возможность не применять, лучше не применять. Потому что будет много различных онкологических вещей. Значит, в некоторых случаях, и я знаю, что некоторые верующие, даже пятидесятники, поступает, я знаю, несколько человек, я не буду говорить, кто, когда после наличия, там, они пяти или более детей, мужчина стерилизуется. Значит, стерилизация и кастрация, еврейская традиция, что? Запрещает, да? Ну, например, перевязка семенных канатиков. Или у женщины перевязка труб. То есть, это запрещается. Это запрещается. Да, да. Я вам говорю, что еврейская традиция, это запрещает. Спираль, мы говорили, да? Спираль кажется удобным тем, что спираль можно поставить на более-менее длительное время, хотя периодически ее вынимают, все равно, чтобы не было пролежней и последствий онкологических заболеваний матки. Но спираль является убийством, вы знаете, да? Потому что она не дает прижиться уже оплодотворенному живому существу, да? Оплодотворенная яйцеклетка – это уже живое существо. Но даже в животных применяется спираль. Вот, например, в Канаде размножилось очень много бобров. Что с этими бобрами делать? Перестреляли бы их всех, да? Вот зеленые мешают. Ну, они лес буквально выгрызают. Вот там, значит, команды целые отлавливают самки бобров и ставят им спирали. Вот такие вещи бывают. Хорошо. Все, много я об этом не буду говорить. Всем понятно, да? Вот, я еще... Ну... Стерилизация, кастрация, они являются противопоказанием, потому что Тора. Тора запрещают. С котами делайте, что хотите. Хотя ортодоксальные евреи не рекомендуют стерилизацию животных тоже. Да, но я вам говорю, что вопрос идет в данном случае о чем? О людях, правда? О людях. И я говорю то, что вредно. Значит, скарм... Ну, я вам говорю, что бременность, в принципе, можно предотвратить и другими способами. Речь идет о культуре, да. Ну, есть отдельные определенные случаи, исключения всегда есть, да. В любом случае, если вопрос идет о жизни и смерти, да. Да, вот еще вопрос. Если рождает женщина и нет возможности одновременно спасти и женщину, и плод, да. Кого нужно спасать? Да, нужно спасать женщину. Есть в Торе такой принцип? Там говорится о птице, сидящей на яйцах, да. Там не говорится о людях. Но в любом случае женщина, она должна быть... Понимаете, если даже произошел аборт, да, куда этот ребенок попадает? Господу, да. Если сознательно сделали люди, то это убийство. Но ребенок все равно святой, да. В любом случае он попадает в Господу. Некоторые говорят, вот дети, которые сделали аборт, их дьяволу там посвящают и так далее. Некоторые христиане говорят, вот если ребенок родился и ее не покрестили, а плод умершую покрести нельзя, да, то он идет к дьяволу. Или к какой-то лимб там где-то, где он находится. Но это опять-таки измышление, это неправильно. Вот католическая традиция говорит, что нужно спасать ребенка. Мать уже христианка, а ребенка нужно покрестить. Но еврейская традиция... Ну, я не знаю, до с каких лет, видите, полностью еврейская традиция говорит, что может соблюдать традиции в возрасте 12 лет, несет ответственность, да. До этого несут ответственность за воспитание ребенка родителей в 12-13 лет. Они не гормональны, они... То есть, там, за 15 лет, не много сердца, вставляются влагалищи, да, и что они делают? Значит, да, те, которые вставляются в влагалище перед сексом, там содержится вспенивающее вещество, да, и это вспенивающее вещество, с одной стороны, механически предотвращает проникновение сперматозоида, образует такую пробку. И с другой стороны, она кислая среда, а сперматозоид живет там. Это механически, это механически. Ну, в принципе, это возможно. Я не думаю, если нет особых каких-то у женщин повышенной чувствительности, то он не вредит. Ну, в принципе, это то же самое, что и маточный колпачок, да. В принципе, тот же самый. Я говорю, что вредны те, которые убивают, да, убивают семя у мужчины, и при этом происходят какие-то у мужчины тоже гормональные звери, да. Или у женщины, которые, они просто препятствуют овуляции, да. Но овуляция – это нормальная, и она должна происходить в то время, когда обычно делается у женщины. И если женщина принимает длительное время такие препараты, у нее потом резко повышается возможность онкологических заболеваний. Да, кормление грудью. Ну, конечно, бывает, что у женщины нет молока, это уже проблема, да. Но кормление грудью хорошо, полезно и очень желательно. И это профилактика в дальнейшем заболеваний онкологических, да, рака молочной железы и так далее. То есть кормление грудью – это хорошо и полезно. Ну, хорошо. Я думаю, что достаточно об этом, да. Спасибо.